всем привет привет моим друзьям которые заглянули на мой канал сегодня с утра хочется поговорить о давно меня волнующей теме о автопортрете ван гога о моем отношении и о том как я вижу этот автопортрет если не вглядываться и посмотреть вот так бегло то ничего особенного не ярких красок скудная палитра силуэт человека перед мольбертом буквально силуэт если всмотреться то можно что-то тут и увидеть ну во первых взгляд у него глаза вообще не прописан они как бы как прорези какой-то другой мир воспаленные вот только чуть-чуть блик в одном и в другом глазу они настолько воспаленные и настолько уже они полны какого-то отчаяния 1888 год очень плодотворный год для ван гога очень плодотворный очень много картин он написал но не продана ни одна картина кроме одной красные виноградники при жизни него брат тео продает помогает продать это способствует продаже картина продана и все ни на каких выставках ничего его просто забрасывают грубо говоря гнилыми помидорами публика не принимает его картины не при не понимает вообще его стиля не понимает его языка живописного то как он излагает как он передает свое отношение к природе а как бы и все равно вот эти прорези темных глаз мне очень напоминают картину портреты амадео модельяне там девушки вообще без глаз и без глаз лежат сидят смотрят женские портреты вообще прорези и все тут темная какая-то пустота они как вырезанные глаза вот только вам модель 1 лежащая обнаженная там уже глазки наверное он увидел в этой обнаженной уже глаза которые действительно живые передают душу той женщина но вернемся к автопортрету ван гога и так взгляд художник перед мольбертом он уже как бы на пороге своего безумия ему тут 35 лет если я не ошибаюсь 35 лет вот и и выглядит он уже глубоким стариком он как желтый синий лист не зря у него даже палитру такую колорит он выбрал созревший пшениц вот как рядом поле созревший пшеницы поле летний вечер под арлим 1888 год и автопортрет уже датирован 1888 года смотрим дальше очень скупо он изображает свой себя очень скудные краски а если мы посмотрим поближе почти что какими-то обрубленными мазками месиво какой-то месиво вот его лоб смотрите он спешит он торопится также можно увидеть этот фон какой-то такой вот мутный с какими-то отметинками такими не заботится он о красоте фона может быть еще чуть-чуть времени и свет этот погаснет и вот эти вот дневные звездочки такие вот которые сейчас виднеется превратятся просто в звезды звезды вечности а вот и сама вечность уже его известные картины сейчас я покажу как раз тут очень похоже на вот эту курточку который он изобразил вот это вот известная его картина терраса как и ночью смотрите какие звезды какие вот стилистическое решение он принимает когда изображают эти звезды это почти что вот как вырванная курточка это тоже самое небо смотрите вот если сблизи я покажу это тоже самое небо вот такие завихрение звездные которые у него вот наверное под этой маской под этой маской вот такие звезды уже вечности а посмотрим палитра какая палитра боже мой это же просто как кровь раздавленная которая сочится из его груди прямо вот стекает на палитру деревянную грубую и руки руки как продолжение кистей кисть руки и кисть в руки и кисти в руке как продолжение просто она так написано как продолжение как древо какой-то жизни вот с краской жизни здесь вот растворители да и он пишет он пишет пишет а возьмем посмотрим что же как он нарисовал мольберт вообще вот даже тут вот сквозь мольберт проглядывает полотно вот как он его шкребет прям слышно как он рисует грубое полотно своей жизни вот тут он ведь я подписался тоже роспись грубая бинцент 88 вот такие стилистические приемы ван гох да и вот еще щеки смотрите как он изрезал он изрезал этим это мгновение жизни мгновение жизни как острая такая вот стерня на поле когда по ней нельзя пройтись босиком потому что можно изрезать изранить себе стопы ног а эта стерня вот этой изрезанной пшеницы морщин у него на лице он не заботится о вылизанности красоте какой-то об эстетике вот он пишет вот он такой какой он есть молодой старец уже и хотя тут еще проглядывает в этом году у него весенний цветущий фруктовый сад проглядывает и вот опять же уже вечер летний вечер грубый такой пейзаж его жизни художник отрекся от всего и посвятил себя искусству и этот мальбирт как его щит это его щит и это его зеркало зеркало его жизни полной отчаяния жизни полной болезненного восприятия мира какой-то вселенская стиротливость одиночество все тут намешано и все передано именно вот этими мазками краской очень скупой и выбрал он мне кажется что вот он писал поле а потом палитра еще не просохла и он это свой автопортрет нарисовал настолько быстро мне кажется он его мгновенно просто рисовал чтобы вот 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 запечатлеть себя художники а сможете ли вы быть такими правдивыми и сможет ли кто из рисующих так правдиво по-своему передать свой автопортрет как мы видим себя иногда хочется себя видеть в комплементарном таком стиле да а иногда видишь себя совершенно не узнаваемую так ложится как тень на лицо а если ты подсвечен изнутри то ты себе нравишься иногда в зеркале да а ван гога не заботит нравится ли он себе сейчас сам он рисует свою судьбу и вот кисточки кисточки раскручивают еще эту вселенную можно подумать что это половина вселенной половина жизни которую он прожил этот автопортрет говорит о многом он говорит о том что художники пишите свои автопортреты потом проходит время у серебряковая тоже просто масса автопортретов и ты видишь как взрослеет она как она становится сначала девушкой потом женщиной потом взрослой женщиной интересно просто следить за собой а потом уже внуки и правнуки посмотрят и скажут так вот она какая была и вот он какой был как мы смотрим сейчас на автопортрет вот оказывается он какой был мы все уже старше его намного мы в том будущем которое он смотрит здесь живем а он туда взглядывается невидящими глазами потому что его глаза внутри внутри его души внутри его эго внутри там где то он изнутри смотрит а все это вот он нарисовал грубо свою маску может быть просто у него оставались краски он захотел их использовать но использовал талантливо очень талантливо и вот эта полоса пересеченная которая пересекает угол внизу как траурная полоса не так ли смотрите как на траурном портрете ленточка такая только эта ленточка не черная а жизнеутверждающая это как бы стрелка в будущее смотрите туда в будущее вы увидите и поймете меня там в будущем а вот сейчас он такой какой он пришел к нам по вот репродукциям по этим кому кому посчастливее тот увидит в музеях его картины подлинные и наверное еще больше человек может увидеть если смотрит на подлинную живопись а не на живопись репродукцию да вот так так что я начал рассматривать и начал рассматривать этот автопортрет как он это писал я бы допустим и рискнула написать свой автопортрет в таком стиле именно в таком колорите такой технике это чисто мужская такая палитра мужские такие почти осязаемые штрихи мазки и холст изрезанный такой знаете прямо слышно как он с сухой кистью проводит по грубой мешковине загрунтованной или даже может она не загрунтованная смотрите как мешок прям проглядывает какой-то вот мешковина грубая так это его жизнь и вообще грубая как жизнь ведь жизнь всегда не только ласковая но и грубая неприглядная есть очень очень жесткая очень жесткая не ласковая не праздная но созидательная вот художникам художник да я вот что хотела сказать что у художника у каждого есть своя миссия и вот у этого художника у Ван Гога миссия в его руках в его красках это все что он может лучше всего все что он мог но если его картины живут то значит и может оставайтесь на моем канале возможно будут еще новые разборы новые проекты и мы подружимся оставляйте свои комментарии а сейчас пока 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 пока